друзья всем привет всем доброго утра вот хотел бы сегодня показать такой мне уникальный голубок родился ну для начала сейчас подготовлю мою молодую летную группу полета и покажу его сегодня у нас 9 июня время 7 30 утра погодка хорошая сколько тут 22 градуса тепла так днем жарко а с утречка хорошая погодка ветра практически нет и прохладненько самое время для хороших полетов до этого выпускал 8 утра но сейчас 7 30 хочу выпустить сегодня будет уже пятый день их них тренировок молодых этих голубей продолжаю друзья тренировать голубей сегодня будет 5 тренировка как я выпускаю с этого стартового нагула для лучшего сбивания в стайку сейчас он пока закрыт но открою запущу и позже расскажу немного как у меня тут все происходило получается первый день я показывал разлетели все потому что первый день друг дружку не видели до этого поодиночно летали на второй выпуск на вторую тренировку тоже разлетелись все на третий день получается сформировалась якобы подобие стайки с десяти штук немного подержались но садились уже все равно все врозь одиночно и вчера выпустил более сплоченней они так сразу вылетели потом конечно начала стайка обсыпаться и пошли уже полет высоко всей стайки но они с первого полета сразу же я показывал в точке уходили и вчера пошли в точки но что мне понравилось держала стайка двадцать одна штучка они так и сели все дружно вместе это первый дружно их держание в стайке и дружно они сели двадцать одна штучка посмотрим как сегодня с каждым днем все наглядно прямо на глазах видно что лучше и лучше держаться они стараются стайку прибиваться ну кто дольше кто держится кто меньше но костяк стайки уже начинают формироваться это хорошо сейчас на пятую тренировку посмотрим как они должны еще лучше стайка быть так друзья сейчас я покажу этого голубка моего молодого и всех голубей я в этот стартовый ногу загоню и вперед полет как за запускаю их туда время тратить не буду я показываю и полетим смотрите какой мне уникальный голубок родился по белой линии чисто беленький кайма хвосту но уникальность его заключается в том что первый раз таким столкнулся по будаперским голубям разноглазенький он как оказалось я не сразу заметил с одной стороны красивый из другой смотрите какой темный глаз чисто карий как вот у чепеля и вот во второй глазик смотрите белый темный глаз и светлый глаз какой разноглазенький первый раз такой по будаперским голубям у меня кто-то скажет конечно это брак но возможно будет и прав но для меня это любимый голубок такие головы запоминаются надолго я вот даже его окольцевал как инь-янь колечки такие повесил белый и черный вот такой друзья у меня уникальный голубок родился может у других пород разноглазость как бы и не редкость может кто сталкивался с таким пишите друзья в комментариях что думаете по этому поводу было ли у вас такое рождались ли голуби такие разноглазые дело в том что у будапештских голубей глаз должен быть по стандарту только светлый темноглазые идут вот как этого голубка я показал карий глаз черный белоклювый голубь черноглазый это чепель близкородственная порода будапештским голубям вот у него присутствует а будапештских голубей у всех светлый глаз так что это как бы редкость и я тоже сколько вот держу будапештских голубей это у меня конечно такое впервые так что друзья пишите в комментариях что думаете по этому поводу все банда на месте банда ждет полета сейчас подымусь до них и выпускаем так вот сейчас я друзья могу кстати наглядно показать по глазам голубей какие они кто не занимаются будапештскими голубями может послушать будет интересно вот смотрите у всех будапештских голубей по стандарту должен быть светлый глаз не имеет значения какая масть голубя желтоголовые как бы красногрудые вот такие темногруденькие беленькие у всех должен быть светлый глаз это по стандарту у этих голубей пока голуби молоденькие глазки темненькие потом глаза конечно светлеет вот например как вот видно по этому голубю вот например белый голубь то ну у всех такие глаза начинаются взрослеть глаз становится светлый вот это правильный глаз есть разновидность голубей и вывели по от будапештских голубей называется чепельские голуби они вышли по будапештским голубям пишется что производная была белые и аистовые будапештские голуби вышли голуби с темным глазом и белым клювом будапештских голубей должен быть только черный клюв их закрепили и сделали по ним отдельную породу полета них точно такой будапештских голубей но у них реально карий глаз и светлый клюв он этот голубок а ну-ка покажись где-то там вот он у меня один такой родился видите карий глаз и светлый клюв вот это чисто чепельский голубь они идут по масте только белые и чепельские голуби никогда не бывают с помарками если выходит чепельский голубь с белым клювом всегда идеально белый нет никаких вкраплений а вот это этот получился голубок вот у него видите один глаз темный а другой глаз у него светлый так ну все друзья сейчас будем выпускать вперед стартанули сейчас будем за ними наблюдать насколько долго подержатся в стайке и и какое количество будет в костяке стайки начинает кружить закручивать конечно сейчас тайка обсыпается как осеннее дерево еще но уже все равно видно по последнюю видео я показывал что реально все голуби и шли в полет одиночно сейчас вот уже вот так пятая тренировка пытается пытается держаться друг дружки кто-то не так встанет на крыло сторону отойдет бывает пытается до стайки прибиваться бывает сторону так уходит самостоятельно летают но они сейчас реально будут с каждым днем стайка все лучше и лучше и лучше больше и больше должна быть пусть кто-то продержится дольше пусть меньше сейчас можно будет посмотреть даже посчитать их вот сейчас например сколько они в стайке я так и делаю ребята даже для себя видео я снимаю я так и делаю вот вчера я выходил голуби были в точках нереально увидеть они постоянно кружат сколько их я взял снял потом просто скинул файл на компьютер поставил на паузу посчитал сколько их все потом за ними не наблюдал и на момент посадки вышел когда они сели на 6 я просто пересчитал оказалось все как летали 21 одна штука так и села это меня порадовало сейчас тоже скину посмотрю сколько их и потому дальнейшем будут садиться посчитаю сколько сядет вот сколько сядет вот это реальная стайка будем наблюдать кто-то вот откалывается садиться беленький беленький так и вот видно врос носится основная стайка ребята вот пошла в сторону ветра не над самим домом но вот они кружат можно будет посчитать их костяк держится сейчас их приблизи они сторону пошли как с оттяжкой девы тут вот плохо камера фокусирует вот они ну они пока молодые так и есть они облетаются по разным сторонам вчера вообще в противоположную сторону уходили позавчера вообще в другую и сейчас в эту пусть осматривается ну вот такое количество глуби держится это где-то 15 минут прошло стоят я думаю кто такие липучие они так и будут садиться вот посчитать сколько их больше чем 21 плавненькими кружочками ходят друг на дружку поглядывает придерживается друг дружки друзья прошел час голуби уходили в побежку вся стайка как я снимал пока уходила в сторону и некоторые голубки не хотели далеко летать от дома начали от стайки откалываться и возвращаться над домом стоять а а вот теперь все что осталось от стайки вот она прилетела вот это теперь она не от дома вот это вот количество то что осталось вчера дольше над домом стояли и стайка была наверное побольше тут сейчас наверно меньше 20 так сразу не пересчитаешь но стоят над домом но они так в побежку еще будут неоднократно уходить осматривать местность это у них любят они такое пока молодые облетаться все районы обсмотреть это им конечно в дальнейшем пригодится вдруг какой переплет попадут меньше теряться будет хорошо нужно с местностью ознакомиться ну эти вот стоят теперь они пришли с подбежкой стоят тут домом наверно вот эта стайка теперь будет садиться сколько отлетает потом посмотрим друзья ну всего после то есть вот так они забрались